МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа ждем гостей Зурабом Двали, ртвели, сбор винограда. Одна из самых ярких, важных традиций Грузии. В этом празднике принимают участие не только местные жители, но и их многочисленные родственники, друзья и даже гости зарубежья. Здесь, в Кахетии, в Хуарельском районе, ртвели сейчас в самом разгаре. И урожай обещает быть очень щедрым. Ведь среди высоких гор Большого Кавказского хребта и Волозаннской долине виноград самый сочный. Конечно, не случайно праздник сбора урожая в Грузии посвящен именно винограду. Грузия считается родиной культурного виноградарства. На ее территории были обнаружены отпечатки виноградных листьев прошлых геологических эпох, которым более 12 тысяч лет. Основные сорта винограда, выращиваемые в Кахетии, это аркацители, саперави и кинзмараули. Ну, правильно, какой ртвели без застолья. Вот люди уже готовятся. Божественный виноград. Божественный. Приезжайте в Грузию на артвели, не пожалеете. В давние времена город Хуарели был центром государства Кахетии. Но время шло, и люди постепенно начали покидать город в поисках лучшей жизни. Несколько веков Хуарели практически пустовал. Но в конце 20 века ситуация изменилась в лучшую сторону. Грузия начала развивать туристическую отрасль и сделала город Хуарели одним из центров виноделия. Около 400 лет здесь, в Хуарельском районе Кахетии, производят знаменитый на весь мир сорт грузинского вина кинзмараули. У нас есть уникальная возможность посетить один из старейших винзаводов Грузии и узнать секреты производства настоящего кахетинского вина. Патон Нукзар, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад сегодня находиться на территории вашего предприятия, потому что кинзмараули давно стала легендой это вино. В 1533 году в этом месте во время царя Ливана, это кахетинский царь был такой, он построил здесь погреб внутри старого крепости. И с тех пор в этом месте все время делали вино. И, конечно, кинзмараули, потому что кинзмараули, как вы уже знаете, это название места происхождения. Кинзмараули делается из сорта сапира. Это один из самых распространенных грузинских сортов и один из самых интересных сортов. В первую очередь, сапира, кацетели, конечно, киси, хихуи, мцуане, и вот, например, этот сорт, сейчас кабернет-савиньон, это интернациональный сорт, французский сорт, но мы используем вот такие сорты, как кабернет-савиньон, мерло в купажах. Судя по всему, мы находимся в старинном погребе. Мы находимся в старинном традициональном погребе. Здесь делаются кахетинские вина в Квевре. Вы видите, что вот это в Квевре, вот такие глиняные кувшины, которые залиты в землю. Кахетинские вина, они созданы для того, чтобы их выдерживать. Они не для того, чтобы очень быстро употреблять. И, конечно, эти вина, значит, вообще там минимальное вмешательство человека. Винодел здесь ничего не делает. Здесь все рождается, качество рождается виноградника. Замечательный кинзмараули, главный бренд вашего предприятия. Да, конечно. Давайте пробовать. Это еще этикетку, я помню, с советских времен. Да, 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 именно так и есть. Полусладкое красное вино, причем натурально полусладкое, что, конечно, ценится вдвойне, если даже не больше. Да. Потрясающе. Роскошно. Я смотрю, не зря у вас камень в руках. Вот это камень делает вот кинзмарауцкую микрозону, специфической зоной. Это черные сланцы, которые вот дают и минеральность, и специфический аромат, и которые дают возможность при высокой сахаристости, чтобы там оставалось высокое содержание титровых кислот. КОНЕЦ Недалеко от Хуарели находится одно очень живописное село Ахалсопели, куда нас пригласили в одну замечательную семью, где мы продолжим наш разговор о артфеле, о сборе винограда и о традициях, связанных с этим праздником. Фика! Зура! Привет, моя хорошая! Очень приятно, Зура. Потрясающе выглядишь, как всегда. Ой, спасибо. Я хочу представить мою подругу, коллегу, журналистку очень популярного канала, который оставила Тбилиси и вернулась к себе домой в Кахете у Хуарели, в дом своих родителей и занимается экотуризмом. Занимается популяризацией этого края, рассказывает туристам, многочисленным гостям о традициях, обычаях кахетинцев, рассказывает о кухне и, самое главное, дает возможность приготовить вино, напоминает мне тыка. Боже мой, уже стол накрывается. Вот оно, грузинское гостеприимство. Пхали, джон-джоли. Это все делается здесь, членами семьи, да? Да, да. Все участвуют. Да, мы сами делаем. Папа, мама. Сестра. Да, брат. И тетя. Это же свиной шашлык будет у нас? Да. Ты жаришь на сухих веточках винограда? По старинной кахетинской традиции. Он доктор. Доктор? Да, по профессии. Он лечит шашлыками, друзья мои. Приезжайте. Здравствуйте. Это моя сестра Мака. Очень приятно. Добро пожаловать. Тика, 11 лет ты проработала журналистом на телевизоре. А сейчас занимаешься туризмом. Как это произошло? Почему ты решила так в корне поменять свою жизнь? Идея Тики заключается в том, что она решила показать другой туризм. Не официальный, не тот, которым занимаются туристические агентства, а показать домашний туризм, чтобы люди, которые приезжают к ней, гости, чувствовали себя как дома. Тика хочет помочь не только своей семье, но и своей деревне Ахал-Сопели. И здесь, в этой сфере, в туризме, она абсолютно прекрасно себя органично чувствует и может реализовать все свои таланты. Сейчас мы будем лично давить этот виноград и сжимать из него сок. Ахал-Сопели Пришли на местный рынок купить овощей специально для вечернего застолья, чтобы Тика нам приготовила наивкуснейшие кахетинские блюда. Ну, какая грузинская кухня без специй? Молотый черный перец, красный, хмели-сунели, уцхо-сунели. Мы приехали с замолоченными продуктами. Сельский магазин. Так, это мацони, найсвежайший, да? Царь среди грузинских сыров. Самый вкусный, самый натуральный. Я думаю, что нет такого грузинского застолья, чтобы сулгуни не лежало на столе, да? И мацони для теста. Мацони для теста. Семё де Кадзе, своя ферма. Все здесь производится. И сулгуни, и мацони, и надуги. Все местное, все натуральное. Амарджюба. Фика, Йоргит и Марин. Магуба, магуба. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Марин. Добро пожаловать к нам. Спасибо огромное. Вот Фика пригласила к своим друзьям, тут же Вахал Сопели, в потрясающее шато, которое называется Марани. И сделано в лучших традициях европейских шато. Мы находимся в семье Джавахишвили, известных виноделов. Георгий основатель этого шато, старший менеджер чаровательной Марии, которые ведут это хозяйство. Шато построили недавно, но технологии производства вина берут начало из глубокой седины веков, когда еще предки Джавахишвили по своему методу уникальному разливали ркацетели и саперали. Я, насколько знаю, вы уже закончили ртвели. Мы закончили ртвели. В наших временах вы уже можете увидеть, уже идет процесс брожения вина. С этой стороны у нас вино саперали, со второй стороны у нас вино ркацетели. Здесь у нас 17 больших феврелей, каждый из которых по две тонны. Давильня. Старинная давильня. Из цельного куска дерева, да? Из цельного дуба. Это давильня у нас 19 века. Ну что, процветание тому шато и хозяину, Георгии, чтобы было много вина, много гостей из всех стран мира. И находясь здесь, в Кахетии, в семье Дугашвили, мы решили приготовить несколько очень популярных блюд. И первое из них – дандури или портулак, который растет буквально везде здесь. Хорошо. Показывай, с чего начинаем. Оказывается, содержит в большом количестве портулак витамин А и Е. Это очень полезно. Чеснок. Давай. Побольше чеснока кладем. Хорошо. Так. Все это смешиваем, наверное, да? Да. И поливаем уксусом. Где-то грамм 50 уксуса понадобится нам для нашей холодной закуски. И вот это все потом тщательно перемешиваем. Перемешиваем. Давай, соль. Давай, давай. Соль. Так. Что они сочували и задали? Вот таким очень простым методом мы приготовили очень популярную в Кахетии холодную закуску из портулака или дандури. А сейчас мы готовим одно очень интересное блюдо вместе с тикой. Это шашлык по-ахалсопелски. В Грузии все любят готовить шашлык. Это очень популярное и очень простое блюдо. Но тот шашлык, который предлагает нам сегодня приготовить тико, это шашлык по особому рецепту. Начинаем. С вина. Вина и катетели обязательно. Обязательно. Так, наливай сюда. Пол-литра, пожалуйста. Так, пол-литра. Так. Достаточно? И отправляем куда? В кухню? Да. На огонь. Георгий. Георгий, иди сюда. Помогай, пожалуйста. Так, забирай. Вино должно закипеть, а до этого тико предлагает нарезать лук. Вот оно, горячее совершенно винорка ацетели. Что мы делаем дальше? Лук? Лук. Сюда засыпаем. Давай. Давай, давай, давай. Сейчас выпили. А, черный перец. Прекрасно. На огне у нас стояла винорка ацетели. Оно закипело. Внутри у нас лук, черный перец, немного соли. И сейчас мы вот этот шашлык мясной, который предварительно пожарили мы на мангале, сейчас мы его будем туда вот так вот сбрасывать. Слышно, правда, лук. Аромат в ацетели стоит. Вообще, в этом крае, в кахетии, где все связано с виноделием, и блюдо тоже готовится с использованием потрясающего кахетинского вина. Ну, гадаю. Боже мой, какая вкуснятина. Прекрасно. Шашлык. По рецепту села Ахалсопели. Вот она, настоящая чурчхела кахетинская. Сейчас в самом разгаре сбор винограда. Сока много. И вот замечательная мама наших потрясающих девочек специально для вас проводит мастер-класс, как надо сделать настоящую чурчхелу. Мы берем натуральный сок, сыпем туда пшеничную муку, размешиваем его. Потом этот сок ставится на огонь, и в течение часа, пока будет сок кипеть, надо его постоянно перемешивать. Получаем такую густую массу, и затем предварительно, значит, на ниточку примерно сантиметров 25-30 нанизывается либо грецкий орех, либо фундук. Кому как больше нравится. И вот на свет появилась еще одна кахетинская чурчхела. Практически, практически вот классического вида. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Откуда? Казань. Казань! Очень приятно, что из далекой Казани приехали к нам в Грузию. Здравствуйте! Здравствуйте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три с половиной тонны квеври, глиняный сосуд. Вот вы видите, это урожай этого года. В Атоле Томас будет это все размешивать. Да, чтобы каждый день, каждый день, два или три раза надо обязательно размешивать. И сами тоже можете делать. Принять участие в производстве вина. Пожалуйста! Вот, правильно! Вот! Сразу видно, у человека опыт есть. Вот, вот, хорошо вам получилось. Прекрасно. Дайте, пустите, человека нужно. Да, давайте, давайте. Человек же должен отработать сегодняшнее вино. Все, давай, все, давай. Вот. Вот, браво, браво. Вот, смотрите, грузинское гостеприимство, что творит. Россияне и американцы встретились в Кахетии, чтобы вместе посмотреть, как делается кахетинское вино. Это просто чудо. Катители домашние, сухое. Обязательно сначала говорят тост, а потом обязательно надо допить до конца. За мир, за мир, за мир. Мира нам всем, мир нашим странам, нашим домам, нашим семьям. Как вы, Марк, Джорс, браво! Если виноград не соберешь, как же сделаешь вино? Поэтому ты-ка предлагай всем гостям лично принять участие в сборе винограда. Да! Yes! Приглашаю всех на сбор винограда. Прошу, прошу. Девушки, значит, подрезаем вот верхнюю часть черешок вот этот ножичком. Да-да-да-да-да. Ой, внизу. И в корзинку, и в корзинку. Все подряд, да? Все подряд, потому что виноград уже созрел. А кацетели в переводе с грузинского означает красный рог. Почему так называют виноград? Потому что вот верхняя часть гроздья, да, вот этот черешок, он красного цвета. Вот видно, вы прекрасно работали. В фейли 2018 предлагаю считать завершившимся. Ура! Так, ребята, виноград собрали, засыпаем. Какое удовольствие получают гости от того, что сами давят виноград непередаваемое. ПЕСНЯ 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 После ртвели или сбора винограда в Грузии накрываются вот такие огромные щедрые застолья, где рекой льется вино. И считается, что надо выпить побольше старого вина, чтобы в погребе в Маране освободить место для нового. Вообще, непонятно, что больше грузин радует – ртвели, сбор винограда или застолье. Хотя второе без первого, конечно же, невозможно. ПЕСНЯ 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 Мы провели потрясающий один день в семье Дугашвили. Я хочу поблагодарить этих прекрасных людей за помощь, за рассказ, за то, что мы смогли прикоснуться к святой святых, к ртвели, к сбору винограда. Я знаю, что вы не отпускаете отсюда своих гостей, чтобы не разлить именное вино. Я прав? ПЕСНЯ 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 Вот такая персональная бутылка РК Цители – подарок съемочной группе. Ждем гостей. Ну, а вы, друзья, приезжайте обязательно в Кахетю, Грузию, Хварельский район. Насладитесь природой, потрясающим виноградом, замечательной кухней, вином и, конечно же, гостеприимством этого прекрасного народа. Ждем гостей. Всего вам доброго, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!